Каких только игр не существует на сегодняшний день. Игры-песочницы, выживалки, киберспортивные игры, игры-сервисы, даже те, которые могут играть сами в себя. Ну что из себя представляет побег из Таркова? Ох, ребята, это незабываемый опыт. Устраивайтесь поудобнее, сейчас я вам всё расскажу. Как ни странно, в данной рубрике Таркова это первая платная игра. Она никогда не распространялась по принципу фри-то-плей и, судя по всему, не собирается. Поэтому, прежде чем установить её себе на комп, мне пришлось расстаться со своими кровными деньгами. Но по поводу цены, тут не всё так однозначно. И к этому вопросу мы ещё вернёмся. А сейчас речь пойдёт о первом впечатлении от увиденного. Поначалу всё довольно-таки привычно. Оплатил покупку, установил лаунчер. Подождал, пока закончится скачивание 12 гигов. В сходу Тарков встретил меня предупреждением. Да, вы будете умирать и часто. Помните, это всего лишь игра. Желаем вам удачи. Ясно, спасибо за предупреждение. Дальше я придумал себе суровый ник, чтобы все боялись, и выбрал сторону, за которую мы хотим играть. Забегая наперёд, скажу, что это фактически ни на что не влияет, как я понял. Но я не стал кривить душой и, естественно, выбрал сторону православных славян. Да и как их не выбрать, вы посмотрите на их лица. Все как один мужчины честной судьбы. Не, ну мне, конечно, тут пиздец, как не нравятся мне эти. А выхода нет. Дальше нас переносит главное меню, в которое меня сразу предупредили, что игра в бета-версии, и она не отображает финального качества продукта и так далее. А у меня хоть одна игра в рубрике была не в раннем доступе? По-моему, нет. Ну, Тарка вроде самый молодой, всего лишь 4 года Бетти, ну, понимаю. Я сразу говорю, я никогда раньше не играл в Тарков и даже ни разу стримы по нему не смотрел, поэтому многое для меня будет в новинку. В общем, меню. Сразу непривычно ощущать какие-то микрофрезы и подлагивания. Я сперва грешил на свой ПК, но потом погуглил и понял, что это нормально. Зайдя в инвентарь, я приятно удивился. У меня барахлата, оказывается, вагон. И пистолеты, автоматы, броня, вон, еда, флакон, 500 тысяч рублей. Ебас, срать, база! А мне говорили хардкор. Так тут со старта уже столько всего насыпали. Наверное, казуали ли игру, как обычно, это делают со временем для привлечения широкой аудитории. Где я, по их мнению, должен найти себе оружие и деньги? Как тут вообще можно выжить, игра для моза... Но не будем забегать наперёд. Конечно же, первым делом я захотел пощупать сам игровой процесс. Поэтому, ткнув пальцем в небо, выбрал локацию завод. Мне показалось, что она будет небольшая и, возможно, мне получится поучаствовать в перестрелке. Правда, первая сложность, с которой я столкнулся, так это то, что моё ведро на якобы рекомендуемых настройках графики еле-еле выдаёт 30 кадров. И это далеко не максимальные настройки и закрытая локация. Поэтому пришлось оперативно крутить ползунки. Второе, что сразу подмечаешь, но уже приятное, так это просто охренительная работа над звуком. Я помню, сид же звуки уже тогда казались так хорошо проработанными. Но тут сразу видно, что внимание на них сакцентировали очень сильно. Всякие камешки, лязгань, ошорканье ботинок, выстрелы за стеной или рядом. Просто моё почтение. В общем, я не знал, куда идти и по чистой случайности напоролся на какого-то доходягу. И блин, я его убил. Естественно, раз такое дело, то надо лутать. Сперва я подумал, что не прогружаются модельки. Но до меня быстро дошло, что это просто неизвестные мне вещи. Каждую шмотку или оружие надо изучить, чтобы можно было ей воспользоваться. Или хотя бы знать, что это. Не, ну в принципе логично. Однако с перегибами, как по мне. Ну уж тряпки-то изучать к чему. Причём пока не изучишь, одеть их не получится. Представляю, как мой ЧВК-шник снимает кепку с тела и как макака в руках крутит её, изучает и думает. Куда же это одевается? Или забегая наперёд, случай был, что я не мог перезарядить МП-9. Всё думал, в чём проблема. А дело в том, что в подобранном девайсе стоял неизученный мною магазин с увеличенным запасом патрон. И всё. Лезь в инвентарь и изучай посреди боя. Иначе никак. И не важно, что до этого ты пользовался данной ПП-шкой. Просто со штатным магазином. И уж точно знаешь, как его извлекать. Как видите, крайности свои тут есть. Короче, пока я шмонал труп, начали стрелять. Вроде увидел, откуда шьют и даже решил погрызаться. Но как-то меня быстро подстрелили и чё-то отбили охоту боковать. Я не знал, куда бежать, но что удивительно, выход нашёл быстро. Это что получается, первый рейд и удачный? Растущей во мне уверенности не было предела. Я подумал, что если даже в полном непонимании ситуация вышел сухим из воды, то дальше меня уж точно ждёт успех. Но задницы нажать мы всегда успеем. Я же должен ещё ролик сделать. Поэтому принял решение пока что разобраться, в чём тут вообще суть игры. А суть отчасти кроется в её названии. Побег из Таркова. Но буквально сразу я пришёл к пониманию того, что правильнее было бы назвать игру «Выживание в Таркове». Так как реализованной возможности убежать из него здесь нет. И меня как зелёного это сначала и путало. Я не понимал, нафига мне идти в какие-то вылазки, которые наоборот направлены вглубь города, если правильно двигаться в противоположном направлении. Но тут хардкор во всём, в том числе и в лоре. Поэтому гугли и разбирайся. На момент игры город и его окрестности изолированы от внешнего мира миротворческими силами ООН и вооружёнными силами России после политического кризиса, вызванного незаконной деятельностью транснациональной корпорации Terra Group. В городе идёт вооружённый конфликт между двумя частными военными компаниями. ЮСЭК, защищающий интересы корпораций, и БЕР, формально нанятый областями Нарвенской области, по слухам созданная правительством России. Но по факту тут каждый сам за себя. А мы в роли бывшего наёмника пытаемся обижать из зоны боевых действий. Но так как город и окрестности полностью блокированы, нам приходится в нём как-то выживать. Это вот как оно есть по своей сути. Почему до сих пор на Википедии написано, что наша цель выбраться из окружения, и само название об этом говорит, я не знаю. Вероятно, первоначальная концепция игры была такой. Но потом не стали заморачиваться и оставили как есть. Или, быть может, в релизной версии будет одиночная кампания с таким сюжетом. Если честно, я ХЗ. Если что, олды, поправьте меня, пожалуйста. Итак, раз тут нам придётся задержаться, то стоит познакомиться с механиками поближе. Помимо вылазок и перестрелок, тут присутствуют торговцы, которые готовы продать тебе всякий хлам за кэш или по бартерной системе. Я не знаю, на кэхер механику или прапору нужен бронзовый конь или пачка гвоздей взамен на АК или СКС. Но, видимо, тут у них своя атмосфера. Правда, сразу стоит сказать, что ценник у них конский. Ну ладно, к ним мы ещё вернёмся. Покопавшись в меню, я нашёл такую вещь, как убежище. Это наша конура, в которой мы отдыхаем после вылазок. Её можно всячески модернизировать, например, предметами первой необходимости, такими как парашей и самогоном аппарата. Не, ну на самом деле тут столько всяких приблуд, что потеряешься. Даже биткоин-фермы строить можно. Самое забавное, что именно на толчке ты можешь крафтить себе рюкзаки и всякое подобное барахло. Это разрабы так тонко намекают, где моё место, да? Ага. Короче, изучая всю эту трихамуде, приходит понимание, что 500 тысяч на балансе это не такие большие деньги, как может показаться. Кстати, пока я шарился по меню игры, меня не покидало стойкое ощущение того, что тут как-то всё организовано через одно место. Пока переключаешься через складки туда-сюда, из инвентаря к торговцу, от него в убежище, из убежища ещё куда-то, прям буквально руки устают с непривычки. Я не знаю, может я один такой, но неудобность расположения кнопок, вкладок, органов управления, в меню и на окнах прям не врезалась в память. Чтоб вы понимали, по первым ощущениям, это как стандартное меню инвентаря Skyrim. Вот как бы всё работает, но немножко через жопу, что ли. Я не хочу показаться человеком, который придирается по пустякам, но как потом выяснилось, в меню-то будешь проводить добрую половину времени, если не больше. Тут можно сказать, игра в игре, даже две игры в игре. Одна связана с менеджментом и крафтом, а другую я покажу чуть дальше. Но справедливости ради отмечу, что со временем это уже не так напрягает, даже можно сказать, перестаешь обращать внимание. Вообще, по первым ощущениям, игра кажется совсем недружелюбной к новичку. У неё крайне высокий порог вхождения, что по менеджменту в меню, что тем более во время рейда. Но вернёмся к вылазкам. После завода я немного поверил в свои силы и решил, как мне показалось, катнуть по-мужски. Это сейчас я делаю монтаж, смотрю на всё и понимаю, что выписал себе смертный приговор. Загрузки тут, конечно, такое себе. Вернее, прогрузиться-то можно за минуту, но всё равно придётся ждать последних. Так что хоть у тебя SSD, хоть суперскоростной М2, пока рандомный Василий на деревянном копе не прогрузит локацию, придётся чилить. Как правило, это плюс-минус 5 минут. Короче, так вышло, что я не обратил внимания на важную деталь. Перед рейдом необходимо выбрать время суток. Темнота кромешная. Я пробовал выкручивать яркость, контрастность, всё равно нифига не видно. Вышел из леса и услышал копошение у каких-то бытовок. Может кабаны? Пошёл на звук и встретил человека, и даже сумел его срезать. Правда, везение моё продлилось ещё ровно парочку минут. Ну тут мне явно не повезло, как с локацией, так и самое главное с временем суток. Поэтому я собрал манатки и погнал бороздить окрестности Таркова уже ясным днём. Правда, какой-то цели я себе не ставил. Изначально я не сильно понимал, что вообще игра хочет от меня. Это уже потом понимаешь, что она от тебя хочет лишь одного. Смерти. Итак, таможня. Что я знаю об этой локации? Хм, только её название. Короче, я не понимаю, где я нахожусь и шарюсь по помойкам, как тут же мне прилетает маслина, потом вторая, и вот я уже суп от себя. Да, чё-то вообще не фартануло. А ну-ка ещё. Так, а... Твою мать. Да всё, всё, я понял уже, понял. Хватит меня насиловать. Итак, у меня есть две проблемы. Первая, это слабое представление обо всём вокруг, начиная от знания карт, заканчивая механиками. Вторая проблема, это изначальная уверенность в своих силах, которая длилась до тех пор, пока Тарков не сказал не подержать его пиво. И она всё усугубила. Дело в том, что шутеры я люблю, и игра в них в целом неплохо. У меня даже справка есть. Только вот в этом проблема, что я привык стрелять в КС, а там стрельба по сути от бедра, со спрей-контролем и стрейфами. Знаете, вот есть проф-деформация, а у меня задрот-деформация. Если в Арзоне и Батле, например, можно довольно-таки быстро адаптироваться и даже с бедра вешать, то в Таркове такой номер не пройдёт. Нет. Тарков на одном месте вертел всякие КС-очки. Да, в Контре многие считают стрельбу довольно-таки сложной, и это правда. Чтобы научиться хорошо стрелять, надо немало времени. Но в Таркове она ещё сложнее. В разы. По всем показателям. Тут ощущается вес, габариты ствола, у ОРа уже есть инерция, скорость скидывания зависимости от веса, эргономика, силы вертикальной и горизонтальной отдачи, да просто куча всего. И сделано это всё с такой скурпулёзностью, что просто диву даёшься. Для общего понимания, тут стрельба чем-то напоминает арму с примесью Сиджа, но детально подкрученную и допиленную, что ли. Импакт от оружия получаешь просто невероятный, хоть и не всегда стрельба радует своей результативностью. Да, ощущения стрельбы тут, как по мне, на высочайшем уровне. Да и разнообразие стволов тут моё почтение, хотя натовских штурмовых винтовок могло быть и побольше. Вообще, такого проработанного кастомайзинга вооружения не встречал ни в одной игре. Проделанная работа поражает воображение. Только в хорошем смысле слова упоротые люди могли так заморочиться. Вот попробуйте угадать, что у меня за оружие в руках. Напишите ответ в комментах. Уверен, большинство не догадается. Ну что, отписались? Теперь я отвечаю. Это Мосинка. Просто немного допили на верстаке. Неплохо, правда? И сразу отмечу, что это не просто косметика. Каждый элемент на стволе влияет на его характеристики в той или иной степени. Это плюс-минус то, что касается оружия. А, ещё тут есть нож, но я промолчу. Да ты говно жду! Пару слов скажу о локациях. Они годные, атмосферные и, на мой взгляд, хорошо проработанные. Всё в антураже нашей российской действительности. Вышел в рейд как к себе во двор, честное слово. Зачёт. Правда, пинг меня немножечко смущал. Но стоило сменить сервер на московский, и он больше не беспокоил. Благо, есть такая возможность. Кстати, на что обратил внимание, так это на звуки шагов. Вернее, не на сами звуки, с ними-то всё отлично, а именно на позиционирование. Как мне показалось, тут есть проблемы. Я не всегда понимаю, сзади меня топает человек или спереди. А на деле он вообще может оказаться сверху. Такое не всегда встречается, но периодически бывает, и это напрягает. Может, такие проблемы только у меня, я не знаю. Итак, о чём это я? А, о том, как меня трахает Тарков. В общем, методом пробы ошибок для себя я и уснил, что помимо вышеперечисленного, хорошее знание карты в Таркове не просто важно, а охренеть как важно. Тут как минимум надо знать точки выхода, чтобы не слить рейд по окончании времени. Да, если мы не укладываемся в отведённый таймер и не успеваем покинуть локацию, мы всё теряем. И не важно, что ты жив и на тебе не царапинки. Всё, ты пропал без вести. Помимо выходов, на локации есть точка спавна как ЧВК, так и диких. Дикие это, как правило, просто боты. Правда, не всегда, но об этом позже. По своей сути, это мародёры, бродяги, криминальные элементы, гопники и другие замечательные хорошие люди. Интеллектом они особо не блещут, иногда прям откровенно тупят. Но порой доставить неприятности они в состоянии, подозревая, что у них есть уровни сложности, и это можно увидеть в офлайн-режиме. Также на картах есть, что не удивительно, хлебные места, то есть хроны. Оружейные ящики, закрытые помещения, открываемые только ключами, квестовые предметы и так далее. И это всё добро и крайне рекомендуется изучать. И казалось бы, ну блин, включил карту, изучай, метки там, не метки. Но Тарков говорит, какая карта? Карты нет. Не, ну ты можешь её купить, только что толку от этой бумажки. Она так же информативна, как карта райцентра, висящая в сельсовете. Тем более, когда ты совершенно не понимаешь, в какой стороне ты находишься. Тут нет маркеров, нет ничего, какая-либо индикация просто-напросто отсутствует. Я прям словил флешбеки из готики, когда купил карту Хориниса, открыл её и нихера не понял. Вот так же и тут. Да, это напряжно, это тяжело. Игра прям говорит мне, чё, салага, духа та, да? Ты, наверное, хотел GPS-навигацию, а быстрое перемещение не хотел? И, кстати, да, пупсичек, время полничать. И помимо того, что я блуждаю в трёх соснах, так ещё неожиданно осознаю, что мой персонаж хочет пить и есть. И чёрт возьмём, грёбаный нехват. Я не знаю, в каком пищеблоке его держали, но если бойца не накормить, он буквально двинет кони. Да ещё с таким надрывным криком, как будто его желудок от пустоты коллапсировал в чёрную дыру. Хардкор? Ну да. Особенно хардкор, когда тебя убили, и ты идёшь в следующий рейд, и через минуту умираешь от голода или раны. Раны с прошлой вылазки, где я умер. Жёстко, правда? Поэтому тут надо помимо покушаться, ещё и лечиться. Меню хил проходит после окончания рейда, по нажатию кнопки. А на ранних уровнях это делается бесплатно. А вот в самом рейде всё немного посложнее. Система повреждений тут, так скажем, по запчастям. Отсушили ногу, используя хирургический набор. Большая кровопотеря, накладывай жгут. Сильно болит жбан от контузии, пи анальгин. Ты находишься в вагоне, у тебя два перелома, пять огнестрельных ранений. Просто намажь дёс на звёздочка, и даже сможешь, как святой, ходить по воде. Я гарантирую. Звёздочка круче любого стимулятора, просто имба. Нет, правда, я не шучу, вы представляете? Ну вот и как это воспринимать? Понятно, что это как бы клюква, которую мы, жители СНГ, легко прохаваем. Ну, как у разрабов, так ловко получается лавировать между серьёзным хардкором и такими нелепостями. Самое интересное, что это правда не вызывает кринжа или полыхания задницы. Это действительно прикольно, хоть и нереалистично. В общем, все манипуляции с лечением так или иначе влияют на жажду и голод. Поэтому держать при себе бутылочку воды или что-нибудь покушать очень желательно. А сколько же тут стоит еда, задумался я. Одним словом, дорого. Например, хлебцы армейские 14 тысяч, бутылка водички 12, банка тушёнки 15 тысяч. Россия ближайшего будущего, а чё ты хотел? И тут я начинаю понимать, что с таким количеством неудачных вылазок у меня в инвентаре останутся одни патроны. Хорошие патроны, кстати, тоже стоят дорого, от 1000 рублей. Один патрон 1000 рублей. То есть, например, в рейд не надо на АКМ взять хотя бы 3 магазина, то я готовлю 100 тысяч рублей исключительно на патроны. И всегда, абсолютно всегда держу в голове мысль о том, что в любую секунду могу словить маслины и даже не пойму, откуда она прилетела. Так как тут нет киллкамеры, что, кстати, очень печально, но ладно. Но тут я завозмущался. Нафига мне такие дорогие патроны? Я что, с обычными не справлюсь? Ну, как выяснилось, нет. Конечно, если ты не киберкатлета и кладёшь две пули в один глаз. А так, есть неиллюзорный шанс нарваться на противника в хорошее брание, как я это делал не раз. И после успешных 80 попаданий понять, что он мало того, что живой, так ещё и очень злой. И с одной тычки в грудь кладёт меня на лопатки. Поэтому тут уже вопрос к собственному АИМу. Бьёшь в глаз, красава, от такого мало что спасёт. Игра, в принципе, даёт тебе шанс зарандомить даже самого закатанного данжен-мастера. Но не забываем, что стрельба в Таркеве – это целая наука. И такие везения случаются нечасто. И вот, что касается защиты. Броня тут на любой выбор. Что мне только не попадалось в рейдах. От первых до пятых классов. Ну, их тут вроде шесть. Титановая, металлическая, керамическая, полиэтиленовая, защитой шеи, рук, яиц. Всё, что душа пожелает. Правда, всегда приходится помнить, что броня имеет вес. А мы живое существо и можем устать от перегруза. Так же больше гремим и шумим. Да и какое дело рандомному челику до твоей брони, если у него заряжены игольники. Или он лупит по тебе с мьёльнира, патроны на которые стоят как дом в чебоксарах. Две детей и те прощают всё, что движется. И не важно, как сильно ты упакован в доспехе. Правильный патрон – это, как я понял, залог твоего успеха в бою. Сколько раз я пытался завалить из обычных патрон. И сколько раз жалел о том, что зажопил хотя бы магазин хороших боеприпасов. Патроны тут, наверное, самое главное. Главнее любого шмота и оружия. Я не эксперт в игре, чтобы с уверенностью утверждать. Но мне кажется, хороший бронебойный патрон нужен бойцу как воздух. Вы не подумайте, что в Тарке вы высоки ТТК или наоборот. Нет, тут вообще другая система. Типа как в Вартандере. Удачное попадание в нужное место решает проблему сразу же. Да, с такими экономическими открытиями деньги у меня как-то быстро начали уходить. Это не сталкер. Тут 500 тысяч – это, как я говорил, слезы. Короче, набив шишек, у меня назрел вопрос. А где же мне эти патроны и броню взять? В рейдах у меня особо ничего не получается, ведь меня пинают. Я фактически бомжара. Первым делом я, разумеется, погнал к торговцам. Но, пошарив по их лавочкам, быстро понял, что толкают они в основном всякую шляпу. Да и цене, как я уже говорил, конский. Но дело не в том, что они плохие барыги. У каждого из продаванов есть уровень депутации, который растет тогда, когда я выполняю их квесты. И это, надо сказать, весьма челленджевое мероприятие. Сами задания не блещут проработкой, повествованием и сюжетными твистами. Все довольно-таки просто и в то же время понятно. Принеси две аптечки с рейда, завали диких и сними с них тозики. Найди пропавшую группу, верни письмо, вынеси приблуду с одной локи и установи ее в другой. Задания сложные и, повторюсь, по моему ощущениям нацелены именно на челлендж, нежели на интересный сюжет, где тебя будут развлекать катсценами и отличной режиссурой, как в Ведьмаке. Тут вообще этого нет, от слова совсем. Также есть задания, связанные с ликвидацией боссов. Да, тут есть и такие, господа. Я встречал лишь санитара с его свитой, и, надо сказать, эти товарищи приодеты намного лучше, чем их собрать. Да и стреляют они, мое почтение. Санитар дал мне в чердак с приличного расстояния, даже не напрягаясь. Но я слышал, что тут есть ребята и посерьезней, которые могут, стоя на голове, целясь через левый глаз, будучи правшами, за 200 метров ваншотнуть с первого выстрела. Честно, не встречал, да и пока не очень-то и хотелось. Также, забегая наперед, скажу, что открыл торговца по прозвищу Егерь, и, поговаривая, от его заданий глаза могут на лоб полезть. Провести в состоянии полной дегидрации 5 минут, выжить, выйти из локации. Убить в лесу 5 диких в одном рейде, не используя медицину в этом рейде. Убить двух операторов ЧВК, находясь в состоянии ослепления. Убить трех диких, одетых в КАИшную форму. Чего? Ну, вы понимаете, да? У деда свой фетиш, видать. Ну что, я попробовал выполнить задания терапевта и других торговцев. Не без труда мне это далось, конечно. Правда, награда меня не особо порадовала, да и репутация с парочкой заданий никак не поменялась. Я подумал, что так дела не делаются, и пошел гуглить. И вот, что я там узнал. А то, что любой шмот можно купить на барахолке, где торгуют реальные игроки. Но доступна она только с 10 уровня. А я тут с этими барыгами торговался. За 100 тысяч слил найденный фильтр и полную большую канистру бензина, которая в сумме стоит больше ляма на барахолке. Я настолько не понимал ценность этого лута, что даже футажи с ним не записывал. Типа, ну хлам и хлам, что тут такого, продал и все. А по сути, в игре хлама вообще нет. Все так или иначе идет в крафт, чтобы улучшать убежище или создавать ништяки. Такие как топовые патроны, или рюкзаки, или там кейсы и так далее. Но и уровни тут не ради того, чтобы сделать платным лечение после рейда, или оградить тебя на какой-то хер от барахолки. С левелом параллельно растут умения, такие как выносливость, жизнеспособность, харизма и так далее. Вернее, будет сказать, от роста твоих умений повышается левел. Вот есть, например, навык сила. От него зависят такие показатели, как возможность выше прыгать, быстрее бегать, дальше бросать, и, что немаловажно, переносить больше веса. И чтобы качать силу, собственно, этим и надо заниматься. Прыгать, бегать, таскать и кидать. Вот пример, где я, доходяга, не могу запрыгнуть туда, куда запрыгнул мой напарник с более прокаченным навыком. То же самое касается всего остального. Например, скорость заряжания магазинов, обыск, ну и всё такое. Тут нет очков распределения, и ты не качаешь ветки или перки. Просто ты живёшь, воюешь, набираешься опыта и, соответственно, матереешь. Если я что-то неправильно понял, пояснительная бригада меня поправит, я надеюсь. Вещь, конечно, может на любителя, но мне такая механика всегда нравилась. Это, конечно, всё хорошо, но нет лучшего обучения, чем советы опытного игрока. И так вышло, что я нашёл информацию о некой группе людей, которая помогает новичкам освоиться в Таркове. И именует их шерпами. Слово-то какое интересное. Шерпы — это народность, проживающая в Тибете. Мужчины которой не раз помогали в покорении вершин Гималайских гор всяким альпинистам и туристам. Вот нахера вам эта информация? В общем, это матерые игроки, которые официально представлены разработчиками в качестве, так скажем, временных наставников. Я перешёл по ссылке, нашёл подходящего, по моему мнению, спеца, и с предвкушением открытия чакр стал ждать. Правда, ждать пришлось неделю. В последний день не ответили. О, оперативность. Понятное дело, что за это время я маленько подразобрался в игре, да и время активной заявки благополучно ушло. Я, конечно, не виню никого, человек формально успел мне ответить до конца окончания срока заявки, все дела. Мало ли что у него там. Но сама ситуация была именно такая, и я вам её показал. Это уже потом я воочию убедился, что со знакомым или другом в Тарков играть намного удобнее и профитнее, да и веселее что ли. Со своими нюансами, конечно, например, когда случайно в заварухе пристрелишь своего, или сам словишь маслину, но всё же. В общем, оставив заявку и не получив ответа в течение суток, я было начал приунывать от понимания того, что игра меня отодрала. Я даже не могу хоть чуть-чуть продвинуться, потому что буквально остался в одних трусах и бегал по локациям с ножом. Но вдруг я обратил внимание, что когда идёшь в рейд, то в меню стоят два челика, один мой доходяга, а другой дикий. И как я был приятно удивлён, что за дикого можно не только бегать по локациям и подсирать ЧВКшником, но ещё при удачных сечениях обстоятельств вынести с собой хабар и передать его основному персонажу. И вот это на первый взгляд физиономия пропойного забулдыги со стеклянными глазами на самом деле оказалась кормилицей, дорогой жизни, гум-помощью голодающему по ложью, как хотите называйте. Но именно с того момента дикарь драных трико под моим управлением начал таскать в убежище всё то, что маломальски стреляет и стоит денег. С этим открытием игра стала проще. Тоже мне открытие в глаза носал и не видел три дня, что можно за дикого бегать. Я хотя бы начал чувствовать почву под ногами. Я начал понимать, что в случае чего у меня всегда есть Вася Влажный или Гриша Говномёт, который под шквалом огня вынесет мне пожрать и пострелять. Конечно, тут есть кулдаун дикого до 10 уровня через каждые 10 минут, а после 10 через 20, но этого вполне хватает, чтобы маломальски выживать. Бывало, что за 3-4 ходки я вытаскивал хабара чуть больше, чем на миллион рублей. Я не знаю, мало ли это или много, для кого как, но лично для меня это очень хороший показатель их полезности. Правда, никогда не знаешь, какой бродяга тебе попадётся и будет у него хотя бы сумкой, или наоборот дадут в броне закатанного из СВД, например, или включ карты для входа в лабораторию, которая 300 тысяч стоит. Вот хотел ещё поругаться на одну крайнюю глупость с обшариванием сумок и ящиков. Это, например, если до тебя кто-то лутал данный объект, то сперва его надо закрыть, а потом заново открыть, и только после этого ты сможешь осмотреть содержимое. На момент монтажа видео данный косяк уже пофиксили. Из этого делаю вывод, что на игру как минимум не забили. Итак, я мало-помалу начал таскать себе в конуру разный хабар. Сколько диких полегло в то время, этого уже никто не вспомнит. Вечная вам память. Но подняться с пуза на колени они мне помогли. И тут я столкнулся с ещё одной проблемкой. У меня забился склад, и весьма быстро, надо сказать. А что делать, подумал я, и практически сразу вспомнил, что при покупке игры тебе пишут, что входит наш пак. И вот как раз размер склада там играет ключевую роль. Вот смотрите, я взял бичпак за 1200 рублей по новогодним скидкам, и мне положен самый маленький склад. Взял бы я пак за 2 косаря, получил бы склад больше на 10 клеточек по вертикали. А взял бы фулл набор за 5000, то получил бы по роже от жены. То мой склад был бы в 2 раза заместительней, чем то, что я имею сейчас. И это, чёрт возьми, пипец как важно. Склада реально не хватает. Поэтому спустя 3 вечера игра у меня превратилась не в Escape from Tarkov, а Escape from Tetris. Это именно та третья игра, о которой я говорил выше. Начинаю что-то крутить, вертеть, сумку в сумку засунул, тут приклад сложил, то что-то перевернул, то это продал, то что-то разобрал, то руль поднял, то член поджал. Это такие головоломки. Я вам говорю, все эти мобильные 3 в ряд, самоцвет и так далее, это детский сад. Вы попробуйте впихнуть то, что физически не влезет в схрон, но спустя полчаса каким-то чудом помещается. Возможно, то, что я рассказываю, покажется забавным, но на практике это прям подталкивает тебя взять и докупить пак получше. И вот мы вернулись к стоимости игры. Замечу, что тут как бы не заново игру надо покупать, а можно проапгрейдить аккаунт. Разрабы четко нащупали болевую точку, где можно невзначай так поддавливать работягу, чтобы он закупился по фулл прайсу. Нет, конечно, тут можно прокачать размер срона в убежище за разный строительный хлам и несколько мультов рублей. Кстати, я так и сделал. Радости моей не было, предела и даже смог нормально вещи раскидать. Места хватило ровно 3 часа. А следующий уровень прокачки склада оказался для меня неподъемным. Кстати, стройка и модернизация иногда длится до двух суток реального времени. Да, еще тут есть контейнеры, в которые можно складывать определенное барахло, в зависимости от того, что за кейс. Правда, стоят они немалых денег, а некоторые просто овер дофига. Но это все, конечно, занимательно и любопытно, но тут кроется один нюанс. Каждые полгода проходит вайп. Оу май! И все, что нажито непосильным трудом, сбрасывается, вплоть до изученных предметов. И склад станет вновь таким же размером, каким предусматривает его купленный пак. Я вообще к вайпам скептически отношусь, это прям, скажем, на любителя. Зачем корячиться, если через полгода ты снова будешь сосать бибу? Это мое субъективное мнение. Я понимаю, что многие люди думают иначе. Да и кого я не спрашивал с фуллпаком, все говорят, что все равно схрона мало. Что уж говорить про нас нищебродов. Да, есть еще один плюс от полного пакета, так это то, что разрабы обещают, что когда игра выйдет в релиз, то все DLC ты будешь получать бесплатно. Что ж, как говорится, ждем. Поэтому, если хочешь хороший склад сразу с порога и в неизвестном будущем бесплатные DLC, а также увеличенный изгораемый подсумок, то готов 5 тысяч, ну или по скидке 4 тысячи. Дорого? И еще как. В общем, постепенно жизнь у меня стала налаживаться. Я потихоньку гонял за диких и пополнял запасы в своем схроне оружием, патронами, амуницией. Что-то даже строил в убежище, ненужное продавал на барахолке. Так потихоньку скопил 1 миллион, потом второй и третий. Что-то тратил на контейнеры, чтобы сэкономить место, что-то пускал в рейды. Даже один раз сходил в лаборатории. Разумеется, не один. Спасибо Артему и Богдану за оказанную помощь в успешной вылазке. Хардовая локация, в которую можно попасть только предварительно, купив ключ-карту за 300 тысяч рублей. Но риск оправдан теми ништяками, которые можно из нее вынести. Итак, мало-помалу я наиграл тапка в 30 часов. Да, немного для данной игры, но вполне достаточно в рамках формата рубрики. Да и этого мне хватило, чтобы прийти к одной крамольной мысли. Зачем мне это все? Какой в этом смысл? Это не командный сидж или кс, где есть четкие правила и конкретная цель. Это не рп-проект, где можно отыгрывать роли и банально вести атмосферное общение и развитие своего персонажа. Это даже не совсем лутер-шутер, как Дивижн или Барда. Тут после смерти теряешь все, что не влезло в этот куц и несгораемый подсумок. Да, есть шанс, что застрахованное барахло к тебе вернется, если, конечно, его не вынесет кто-нибудь другой из рейда. В Таркове ты не можешь с наслаждением смотреть на свою броню или винтовку и с каждой вылазкой представлять, как скопишь денег и снова ее обвесишь. Потому что каждый выход может стать последним для твоей дорогой вещицы. К ним банально невозможно прикипеть, игра не даст это сделать. В тот момент я действительно не мог понять, какой в этом смысл, и решил потихонечку разбираться в своих ощущениях и восприятию по отношению к игре. А пока я продолжал играть и даже начал ловить какую-то апатию. Да, я понимаю, игра в бете, все дела. Но зачем мне надрываться, если я рано или поздно, скорее всего, рано все солью? Просто нафига мне что-то крафтить или фармить? Зачем мне крутые стволы, если рандомность ситуации порой зашкаливает до невероятного? Тарков не прощает невнимательность и поощряет осторожность. Кто-то может скажет, ну можно же расслабиться после тяжелого дня. Ну, если ты после работы хочешь отдохнуть и покатать в игоре за компуктором, то это явно не про Тарков. Игра в Тарков это, можно сказать, вторая работа. Это, мать его, такая концентрация внимания и моральных сил, что мало не покажется. Тут критически важно грамотно ощущать и чувствовать окружение. Иначе здесь настолько быстро можно превратиться из охотника в жертву, что волосы на жопе дымом встают. Да даже тот же Дики может заспавниться у тебя за спиной. И, казалось бы, ситуация, которая была под контролем, в один миг летит к чертям собачьим. Также нельзя обойти тот момент, что в игре есть проблемы, которые периодически усугубляют твое и без того нелегкое положение. Например, момент с регистрацией попаданий. Правда, я не могу утверждать об этом со стопроцентной уверенностью, но как-то иногда странно наблюдать, когда челики переносят попадание в упор в открытые части тела и головы. Я играл немного, но такие немного странные моменты мне встречались. И, как я понял, такое бывает у меня не одного. Или тот факт, что в игре отсутствует система подбора соперников. Ты просто можешь попасться на заводе против стаков 5 ЧВКшников, при условии, что на карте есть 6 слотов. Сколько раз я нарывался на пати из 2-3 игроков в полном фарше 50-го левела, которые банально не давали мне продохнуть. Тарков постоянно ронял меня в грязь лицом, гнал меня ссаными тряпками и насмехался надо мной. Я плевался, фейспалмил, до кучи держал в голове, что рано или поздно вайп вообще сотрет все мои результаты. Но все равно заходил и играл. Даже когда нужны мне футажи для ролика уже были готовы. Я задавал себе этот вопрос на протяжении нескольких дней, и ответ получился сам собой. Разработчики не могут привить нам страх смерти, это всего лишь игра, зато они могут лишить нас самого ценного в ней, лута. И это, черт возьми, работает. Тарков настолько непонятен и недружелюбен, насколько самобытен и уникален. Да, с кривой оптимизацией и многими другими шероховатостями. Говорят, имеет проблемы с читерами. Я мало поиграл, поэтому не скажу ничего по этому поводу. В общем, есть с нем немало проблем, но в то же время также хватает и плюсов. Где, на мой взгляд, главный из них, это не безусловно отличная проработка вооружения и брони. Не классная работа со звуком, не даже хорошая атмосфера. Как по мне, вся соль Таркова именно в вызове, который он бросает игроку. Пьянящем чувстве превосходства над поверженным врагом. В адреналинии в крови и страхе за свою жизнь, основанном на потере всего того, что у тебя есть. Это непередаваемо. Прокручивая эти мысли в голове, я также задал данный вопрос своему подписчику, который наиграл уже 2000 часов. Богдан, вот нафига ты играешь в Тарков? Ну, я играю для того, чтобы собрать нормальное снаряжение, пойти в тот же рейд и просто дернуть полсервера. Мне так было приятно с удовольствием, потому что ты как бы убил полсервера. Ради этого я это и делаю. Как можете заметить, ход наших мыслей имеет что-то общее. Именно это, на мой взгляд, в первую очередь и подстегивает игрока вновь и вновь отвечать на вызов сурового и недружелюбного Таркова. Наверняка со временем все притупится и эмоции не будут такими яркими, как прежде. Но скажу прямо, 1200 рублей они отбили с лихвой. Я даже было хотел взять полный пак, но меня так затрахало солнце, что шторы в данный момент оказались нужнее. В общем, что хочется сказать по итогу. Игра самобытна и уникальна, со своими как проблемами, так и преимуществами. Смотрите, пробуйте, играйте. Ценителям подобного сеттинга могу уверенно рекомендовать данную игру. Правда, готовьтесь к тому, что русский Dark Souls своей сложностью с вас всю душу вытрясет. Ну а если вдруг я что-то забыл упомянуть или где-то напутал, прошу, не судите строго, ведь я всего лишь новичок. И это моя исповедь на игру Escape from Darkov. Продолжение следует...